Путину скоро исполнится 72 года. Бог или дьявол уже продержал его в этом мире на 5 лет дольше, чем в среднем живут мужчины в России. Но править страной бункерный дед собрался еще долго, как минимум 12 лет, до 2036-го. Четыре года назад Российская Госдума обнулила его президентские сроки, открыв ему прямую дорогу к фактически пожизненному президентству. Хотя на самом деле 2036-м годом правление Путина не закончится, он хочет жить и властвовать вечно. Уже дал команду искать эликсир молодости. Сколько на самом деле собрался править Путин? Почему ему важно продержаться у власти еще минимум 27 лет? И что произойдет после этой даты? В начале 2024 года Путин объявил, что России нужен новый нацпроект по сбережению здоровья граждан. Браво! Какой заботливый правитель! Можно только аплодировать. Но на самом деле не о своих подданных заботится диктатор, а о себе любимом. Одна из программ нацпроекта – это борьба со старением, которым давно озабочены немолодеющие власти РФ. По замыслу чиновников, нацпроект к 2030-му должен сохранить 175 тысяч жизней. И его запуску не помешает даже полномасштабная война против Украины. Мы создали эту площадку для обсуждения перспективных решений, которые сейчас только рождаются, проходят обкатку, порой даже опережая время. Но уже совсем скоро кардинально изменят, должны изменять, обязательно изменят жизнь людей. Идеи с эликсирами молодости, с попытками создать какие-то другие условия для того, чтобы улучшить состояние своего здоровья, они все, конечно же, очень реалистичны. Более того, расследования западных медиа и российских, которые считают себя оппозиционными, показывают то, что Путин очень оберегает свое здоровье. У него есть большая команда врачей, которые ездят с ним везде, где бы он ни был, в своей стране, либо за ее пределами. Поэтому вопрос своего здоровья для Путина является одним из ключей к длительному правлению. Конечно же, он хотел бы закрепить за собой статус самого долгого по времени пребывания во власти лидера Российской Федерации, поэтому все это очень реалистично. Он понимает, что, утратив власть в ближайшие годы, он может поплатиться не только политической карьерой, но и вообще своей жизнью, потому что вопросов опасности и условий опасности вокруг довольно много, и утратив контроль над страной, которой правят спецслужбы, можно поплатиться и своей жизнью. Спустя неделю после очередной инаугурации Путина на пятый президентский срок, заместитель премьер-министра Татьяна Горикова официально представила проект по борьбе со старением. Она заявила, что запустить его планируют уже в следующем году. Кремль будет поддерживать технологии, предотвращающие старение клеток, нейротехнологии и другие направления для обеспечения долголетия. Одна из программ нового государственного проекта прямо направлена на разработку биомедицинских технологий будущего для активного долголетия и здорового старения. Мы уже видим на практике достижения, которые внедрены в клиническую практику. Биотехнологии стали важным элементом здравоохранения сегодняшнего и будущего. Благодаря им мы имеем все возможности для роста продолжительности и качества жизни. Российские медики уже иронично называют инициативу причудами стареющего политбюро. Ведь все люди стареют, политики в том числе, но Кремль намерен преодолеть законы божьи. Что планирует вообще делать Путин в России? Путин планирует создать в России, по сути, монархию. Она не будет называться монархией, но она будет иметь форму на монархии, такую мы видим, например, в Северной Корее. Вроде коммунистическая страна, но по сути это наследственная монархия. Сначала дедушка руководил, потом сына, теперь внук. И к этому он стремится. И поэтому он сейчас активно выдвигает и дочерей, его сыновей, зятья, наверное, у него какие-то есть. Поэтому он старается строить соответствующую монархию, которая даст возможность ему, его клану пребывать при власти вечно. Как сообщает издание «Таймс», окружение Путина поручило российским ученым, если еще такие остались, разработать средства против старения. В октябре диктатору исполнится 72 года, большинство российских высших должностных лиц примерно того же возраста. При этом средняя продолжительность жизни мужчин в России составляет 67 лет. Российский Минздрав потребовал от научно-исследовательских институтов как можно скорее отчитаться о работе по борьбе со старением. Когда становишься фараоном, хочется вечной жизни. Путин – фараон. Но в отличие от египетских коллег, он верит в Российскую Академию Наук, а не в отдельное направление – таксидермию. Против чучела на Красной площади вместо Ленина Путин не возражает, но не сейчас, позже. Идея вечной жизни для фараона логична. В Египте считалась нормой, никого не удивляла. Каждый фараон знает про себя, что он уникален, равен Богу, потому требует бессмертия. Чтобы встретить старость не сейчас и в Дуате, а на Олимпе среди других уважаемых, таких же бессмертных. Нашему фараону 72 года. Своим проводником в Дуат он выбрал президента Курчатовского института, член-корреспондента Академии Наук Михаила Ковальчука. В Кремле шепотом говорят, что 77-летний друг Путина Михаил Ковальчук помешан на вечной жизни. Именно он побежал с идеей эликсира молодости к Путину. Тот его поддержал. У Михаила Ковальчука своя шизофрения. Он верит в парадоксальные идеи, идущие вразрез со здравым смыслом. Например, он говорил о создании биологического оружия, направленного исключительно на россиян. Помимо этого, физик руководил абсурдной расшифровкой генома русского человека и пугало российских сенаторов новым подвидом служебных людей, искусственно созданным в США. Представители этого подвида, объяснял Ковальчук, обладают ограниченным самосознанием. Их размножение управляется, а питаются они дешевым кормом из геномодифицированных организмов. Как неоднократно писали СМИ, в конспирологические теории Ковальчука охотно верит и сам Путин. Понимаете, что нас уже убьют не ядерным оружием, а биологическим. И надо это отчетливо понимать. И теперь Ковальчук курирует финансируемую государством программу исследований в области генетики, в которой также участвует старшая дочь Путина, врач-эндокринолог Мария Воронцова. Понимание основ заболеваний на уровне генов обозначило новую эру для более точной индивидуальной медицины. Благодаря стремительному развитию технологии анализ наших генов становится достаточно рутинным исследованием. А значит, доступным для наших пациентов. Несмотря на высококлассное медицинское обслуживание, Путин регулярно принимает ванны с экстрактом из крови, полученной из пантов сибирского оленя. Принимающие подобные ванны верят, что экстракт обладает омолаживающими свойствами и способен творить чудеса с мужской потенцией. Рога срезают живых оленей раз в год. Путин – это не Ельцин, и эта тварь хорошо за собой смотрит. Он все-таки не пьет, не курит, спортом занимается. Его отец, ну, то, что говорят, то, что его отец прожил там до 90 лет, то есть у него генетика хорошая. И он очень за собой смотрит. Ну, плюс современная медицина, которая все-таки позволяет очень много продлевать жизни. Да, ну, как бы все-таки вредных привычек, в отличие от Ельцина, у него нет. Что сейчас потенции диктатора сложно оценить? О ней больше знает олимпийская чемпионка Алина Кабаева. Оказывается, что помимо Марии Воронцовой, Катерины Тихоновой, матерью которых является бывшая жена Путина Людмила, и внебрачной дочери от Светланы Кривоногих, у российского диктатора есть еще и два сына от Алины Кабаевой. Иван Путин родился в 2015 году в Швейцарии, его брат Владимир Путин-младший в 2019 году в Москве. С младенчества у них есть и документы прикрытия, они изолированы в резиденциях диктатора, путешествуют на яхтах и бизнес-джетах. А их быт обеспечивают компанией друзей Путина. Журналисты Центра Досье, которые проводили расследование, рассказали настоящему времени, как устроена жизнь самых засекреченных детей России. Это быт запредельно богатых людей, запредельно богатых и никак не ограничивающих себя в каких бы то ни было тратах. Вот все, что им хочется, они все получают. И я не только про самих детей, но и про родителей, конечно, имею в виду. Потому что родителям хочется провести отпуск на горных лыжах, значит, весь караван снимается с места и передвигается из резиденции на Валдае в резиденцию в Ичипсе, в Красной Поляне, недалеко от Сочи. И там вот они катаются, и к ним приезжает президент Александр Лукашенко и становится вот таким свидетелем их семейного счастья и семейного быта. Обозреватели не исключают, что именно старшему сыну Ивану Путину диктатор хотел бы передать бразды правления режимом. Нам нужна преемственность в работе по достижению целей национального развития. И уверен, что все это будет безусловно обеспечено. Если им 9, то они совершеннолетия через 11 лет. То есть Путину официально будет где-то 84. Доживет ли он до этого времени, хотя я думаю, что он доживет. И поэтому, конечно же, он будет пытаться это делать и выдвигать их. Но, как я говорю, у него есть запасной вариант, он может создать клан. Ну, вот дочери, да, у них есть там зятья. Почему я говорю про мужскую линию? Потому что все-таки Россия это такое вот государство, где в ихнем понимании должен править мужчина. Ну, хотя может быть исключение, либо как регент может быть условно женщина для того, чтобы передать власть, например, сыну по одной из жен, например. Вот, и поэтому говорят их сыновьях. Но есть одно но. Согласно Конституции России, стать президентом может человек, которому исполнилось 36 лет. То есть 9-летнему Ивану Путину придется еще не один пуд каши съесть, чтобы он мог возглавить режим. Наследник-то может расти, развиваться, получать лучшее образование даже за границей. Но вот вопрос в том, протянет ли бункерный дед еще 27 лет. Ведь на момент президентского созревания сына ему будет уже почти 100 лет. Но все-таки у нас средняя продолжительность жизни выросла. И это главное показать. Конечно, ради такого дела кремлевские старцы могут изменить Конституцию. А что здесь удивительного? Для Путина это делали уже не раз. А почему бы еще разок такое не сделать? Для его наследника. И тогда президентом можно будет стать не в 36, а в 26 или даже в 16 лет. Я не думаю, что сегодня у Путина есть планы по поводу того, чтобы передавать власть своему сыну. Если правдой окажутся те вещи, о которых говорят медиа. Но мы же понимаем, что Россия это фасадная демократия, где на самом деле все происходит по велению самого Путина и по его политическим, скажем так, желаниям. Поэтому в любой момент он может передать власть кому-то другому, но при этом управлять самостоятельно. Либо создать условия, когда его близкие люди будут управлять страной до момента, когда нужно будет передать власть кому-то еще. Но не доверяя никому, конечно же, Путин будет пытаться пребывать во власти настолько долго, насколько это будет физически возможно для самого Путина. Ну а то, кому там перейдет дальше Россия, я думаю, что сценариев есть много. Начиная от людей, которые входят в наиболее близкое окружение Путина и заканчивая там какими-то родственниками. Не надо забывать, что и у него есть дочки. Не надо забывать о том, что есть другие родственники, которые уже находятся во власти. Как, к примеру, двоюродная племянница, которая сегодня занимает пост заместителя министра обороны Российской Федерации. Обозреватели отмечают, что исследования в сфере геонтологии, то есть науки о старении и медицинской генетики, направленные на предотвращение старения и продления жизни, проводятся в России еще со времен Советского Союза. Но на практике результатов не так много, исследованием долголетия занимались несколько российских ученых-фанатов. Но последние десятилетия их лаборатории финансировал не Кремль, а западные инвесторы. После начала полномасштабного вторжения в Украину иметь дело с европейцами или американцами стало опасно. Особенно на фоне рассказов российской власти о американских биолабораториях в Украине. А также о том, что Киев использует против россиян специально зараженных комаров, способных избирательно поражать целые этносы. Да и советское поколение ученых уже отходит в иной мир. В январе текущего года в Петербурге в возрасте 77 лет скончался один из ведущих российских исследователей долголетия. Профессор Владимир Хавинсон, глава Российского института биорегуляции и геронтологии, был наиболее известен своими омолаживающими препаратами, которые, по его утверждению, принимали советские лидеры, в частности Леонид Брежнев. Считается, что его препараты принимали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и Алина Кабаева. Неизвестно, принимал ли их Путин. Критики говорят, что нет никаких доказательств их эффективности. Обозреватели склонны к тому, что Путин предпочел бы именно советского ученого-разработчика эликсира молодости вместо любого другого, которого финансировали американцы или европейцы. У нас огромный дефицит кадров, мы об этом постоянно говорим, медицинских кадров. Но есть еще вопрос не менее важный – качество подготовки специалистов. Эксперты не исключают, что в России есть некоторые научные разработки в сфере борьбы со старением. Но с учетом того, что за годы правления Путина наука финансировалась по остаточному принципу, вряд ли эти разработки доведены до какого-то логического результата. А те еще советские наработки, которые и заслуживали внимания, голодные российские ученые давно продали за рубеж. И сейчас возродить эту сферу будет непросто. Теперь мы должны делать это все сами. На поиски эликсира молодости Кремль будет выделять миллиарды бюджетных денег. Друзья Путина будут их распиливать по карманам и делать вид, что вот-вот откроют эликсир молодости. Работы там какие-то ведутся, за Путиным смотрят, ну чисто доказательная медицина. И опять же, учитывая у него отсутствие вредных привычек, он и без этих всяких эликсиров может достаточно долго прожить. Ну минимум лет 10, я считаю, вполне. Создать препарат от старения в России некому. В стране никто не может похвастаться даже теоретическими публикациями в научных журналах на тему борьбы со старением. А у Путина горят сроки, ему эликсир молодости нужен еще на вчера. Он уже перешагнул возраст средней продолжительности жизни мужчин в России.